Авдеевку снова обстреляли из градов. В этот раз боевики накрыли огнем жилые дома. Пострадал один местный житель, сообщает в штабе АТО. При этом украинские военные после удачных контратак нанесли значительный урон боевикам. Наш корреспондент Руслан Смещук сегодня побывал на передовых позициях ВСУ. Этот постапокалиптический ландшафт, армейские позиции на так называемой Бутовке. В вентиляционном стволе шахты между Авдеевкой и Донецком. Бетон и железо искорежены взрывами. И каждый день появляются все новые шрамы. При обстреле наших позиций боевики используют тяжелейшие калибры, которые оставляют вот такие огромные воронки. Вот такие подарунки нам прилетают из Сепарев, из Донецка. И это еще не самые опасные снаряды, которые прилетают к этим позициям ВСУ. Обстрелы из калибров поменьше. Военные зачастую вообще не замечают. Хуже ад. В ад ты один раз уходишь, а тут за день сколько раз уходишь в ад. Было, конечно, страшно все, погано там все было, так дужно. Но выжили, простояло. И не только выстояли, но и оттеснили противника от своих позиций. Перестрелки здесь ведутся на очень коротких дистанциях. Раньше 15, 20, 25. Самые ближние 15 было на моей службе. А сейчас боятся уже. Когда же выдается минута спокойствия, без дела бойцы не сидят. Укрепляем позицию, облаштовываем. Мы раньше непогано попрощивали. Но как я вильный час, то всегда намагаемся что-то удосконалить. Но тишина здесь явление временное. Сейчас началась стрельба и пошли взрывы. Как нам говорят, это работают боевики по соседней промзоне, по защитникам промзоны. Нас увозят с позиций. По данным разведки, в последние несколько дней противник понес существенные потери. Поэтому вероятность активных обстрелов с его стороны довольно высокая. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук и Диана Клочко. Подробности телеканал Интер.